Продолжение следует... И выливается все то, что до этого так тщательно охранялось теми же спецслужбами, теми же полицией и СБУ Украины. В данном случае мы говорим об Украине сегодня. В Украину передали доказательства того, что Порошенко убил своего брата. Однако, это довольно странная вещь. Вброс ли? Это информация. Лаптевый вброс. Фейк ли? Мы не знаем. Но такая информация не должна была попасть в прессу. Ее из пальца-то не высосешь. Вдруг ни с того ни с сего написать на Порошенко такое. Конечно, за этим, может быть, якобы стоит кто-то. Но кто должен стоять за этим? Я не думаю, что российские спецслужбы. Почему я так не думаю? Ну, потому что Порошенко друг Путина. Хотя все свое правление он, наоборот, Украину противооставлял. Он говорил России и Путину и говорил там разные вещи, что почти уже война на Донбассе. И одновременно Порошенко живет в Испании рядом с вилой Путина. На той же самой улице, на том же побережье, рядышком стоят их вилы, где они могут ходить друг к другу пить чай в гости друг к дружке. И так они и делают. Об этом у меня есть ролик. Посмотрите, кто захочет, найдет. А я вам сегодня расскажу вот эту странную историю, которую я сама-то, в общем-то, удивляюсь. Но не рассказать ее нельзя. Потому что это может пролететь, как белый голубь. Буревестник, наверное, лучше так сравнить. И улететь в небеса. И больше мы этого не услышим. Пока идет война и драка между Зеленским и Порошенко, мы можем, конечно, услышать разные такие правильные вещи, которые когда-то, наверное, реально случались с Порошенко и со всеми этими людьми, которые будут упоминаться в статье. Итак, экс-президент Украины Петр Порошенко причастен к загадочному исчезновению и убийству собственного брата, а также зверскому убийству семьи Шупальских, сообщает Время. После смерти Михаила Порошенко Петр Порошенко стал единоличным владельцем всех семейных активов, в том числе и Рушен. До этого Петра Порошенко и близко не подпускали к активам, поскольку даже собственный отец считал Петра очень опасным клептократом. На самом деле это кукушонок в чужой семье. Мы об этом как-то говорили. Я, по-моему, чуть-чуть начинал говорить на эту тему о бастардах. Порошенко – это бастард в своей семье, но кто же сейчас вам это признается? Вот поэтому кукушонка впустили в гнездо, вырастили. И он и не считает братьев-то за братьев. То есть для него эта семья – ничто. После расправы над Михаилом Петр Порошенко отправил отца на пенсию и завладел всем семейным имуществом. Отцу начали поступать угрозы расправой, после чего Алексей Порошенко долгое время не общался с сыном. Вы представляете, насколько нужно быть страшным сыном, чтобы угрожать своему отцу и убить брата? Так ли это, я не знаю. Вот об этом статья, которую я вам привожу, и вы скриншот видите на экране. Пусть Порошенко разбирается с теми, кто опубликовал эту статью. Такая же история произошла и с молдавским бизнесменом Шупальским, несчастного и всю его семью, включая малолетнюю дочь, забили топорами до смерти. Сразу через несколько дней Петр Порошенко завладел всем имуществом Шупальских. Таких совпадений не бывает. И поэтому еще в 2002 году на Петра Порошенко завели два уголовных дела. Спустя полгода исчез прокурор. Потом его нашли мертвым в лесопосадке. Еще спустя полгода бизнес-партнер и друг Порошенко, Плохотнюк, закрыл и запретил прокурорам поднимать это дело. Сейчас Плохотнюк скрывается в Лондоне. Ему грозит пожизненное заключение. Все, кто знал, Порошенко в 2000-х говорят, что он был невероятно кровавым. И все, кто имел с ним дело, либо были кинуты на деньги, либо зверски убиты. Об этом под присягой заявил молдавский политик Ринато Усатый. Отметим, что впервые он заявил это под присягой и публично пообещал передать все доказательства новому генеральному прокурору Украины. Еще в сентябре 2017 года он рассказал на видео, что в его распоряжении оказались масса документов, которые содержат факты по преступлениям, совершенным Порошенко в Молдове. Оппозиционный политик продемонстрировал копию постановления прокуратуры от 1 октября 2012 года, который подписал прокурор Лилиана Рудей, где четко написано, что группа физических лиц, руководимая Петром Порошенко, а именно Петру Мадан и другие, создали отряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы с 1996 года по 2004 год ряд особо тяжких преступлений, такие как мошенничество в особо крупных размерах, хищение. Написано о том, что есть подозрения в адрес Порошенко и в организации убийства своего родного брата Михаила Порошенко. Страшно, друзья, ведь кто-то его к власти привел, кто-то посадил его в президентское кресло. В документе указано, что по упомянутым эпизодам было возбуждено порядка 40 уголовных дел. Здесь масса фактуры, копии платежек, подписанных Петром Порошенко, его покойным братом, их молдавскими бизнес-партнерами, личная переписка Порошенко, сказал тогда усатый. Он также заявил, что в новом свете начинают выглядеть обстоятельства, связанные с давним преступлением, жестоким и шокирующим убийством целой семьи в Кишиневе. Речь идет о семье бизнесмена Константина Шупарского, который был зверски убит топором вместе со всей своей семьей, женой и дочерью, вероятной наследницей акции Жемини, в которых был заинтересован Петр Порошенко и которые затем перешли к нему. Напомнив об интересах Петра Порошенко в бизнесе, связанном с Кишиневским детским миром, шоколадной фабрикой «Букурия», стекольным заводом, усатый также рассказал о подозрениях в адрес президента Украины Петра Порошенко в убийстве его брата и бизнес-партнера Михаила Порошенко. В марте нынешнего года на телеканале «1 плюс 1» вышла сенсационная передача, включающая данные заявления Усатова. Отдельные сотрудники прокуратуры начали рассылать предупреждения представителям предыдущего режима о грядущих коррупционных расследованиях и задержаниях. Об этом говорится на канале Шаурма Зеленского в Телеграм, передает сегодня авторитетное издание «Апостров». По словам источника, прокуроры, симпатизирующие экс-президенту Петру Порошенко и членам его режима, просят тех покинуть Украину и выехать из страны, которые не выдают украинских граждан по процедуре экстрадиции. Появились впервые расстрельные списки. По данным вот этого издания, добрые люди в прокуратуре уже обзванивают друзей Порошенко с предложением срочно уехать на несколько месяцев из страны, иначе те сядут. Рекомендуют ехать в страны, откуда не выдают. В Великобританию и Израиль пишут на канале. Также были упомянуты ближайшие цели расследований правоохранителей. По данным источника, будут преследовать тех представителей власти, которые получали аграрные дотации от государства и сидели на армейских потоках. Сверху дана команда работать по определенным людям с оптическим прицелом. В зоне риска, получавшие дотации из бюджета в сфере АПК, агропромышленный комплекс или поставлявшие дорогое оборудование государственным компаниям, добавили на канале. Первыми будут задержаны Косюк, Береков, Каноненко, Грановский, Е, Луценко, Парубий, Пашинский и Ко. Порошенко и верхушку режима хотят запаковать последними под пристальным вниманием международных правозащитных организаций и международных телеканалов. По словам осведомителей, кто-то слил тысячи страниц страшнейшего компромата на членов режима Порошенко. Есть доказательства причастности отдельных лиц режима к расстрелу Майдана и другим эпизодам кровавых преступлений в Украине. Сегодня же Петр Порошенко не явился на допрос ГБР. Он куда-то пропал и после заседания ВРУ не выходил на связь. Пашинский и Парубий также перестали выходить на связь. Каноненко уже покинул страну. Грановский сидит на вилле в Испании и думает экстренно бежать в Лондон. Гонтарев в больнице в Лондоне. Грановский сбежал в Израиль и также не выходит на связь. Луценко не появляется по адресу постоянного проживания. Турчинов также исчез. К слову, сегодня Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность и теперь каждый член режима Порошенко, попавший в Верховную Раду Украины, полностью открыт для прокуроров и следственных органов. Зеленский публично пообещал украинскому народу, что никто не избежит наказания за разграбление страны во время войны с Россией. Страшно, друзья, это просто страшно. Страшная статья об убийствах, кого главы страны, Петра Порошенко, ему приписывают убийства, его обвиняют в убийствах. Детей малых, чтобы эта девочка маленькая не наследовала акции, это страшно. Мы не знаем, кто здесь прав, кто виноват. Виноваты ли те люди, которых обвиняют. Но сама по себе, вот так открыто, с экранов телевизоров, на всю страну брошенные обвинения, это страшно. Это значит, человек действительно имеет в руках компромат, раз он так уверенно говорит. Раз он пошел на то, чтобы открыть все эти документы всей стране. Страшно, друзья. Страшно, кто правит и управляет. И очень жалко Украину, что она не избежала участия, когда ОПГ правит народом, народами страны Украины. А что было в Крыму? Руководителем ОПГ Крыма был Анатолий Могилев, премьер Крыма. И до этого он был министром внутренних дел Украины. Потом он взял себе Крым и решил стать там маленьким царьком. И он организовал ОПГ. И он участвовал в этой ОПГ еще с 1986 года, когда Анатолий Могилев в ранге простого учителя физики за штатной сельской школы села Цветочное прибыл. И так там и остался. И его преступление, друзья, не легче Порошенковских. И об этом нам с вами предстоит еще рассказать. О преступлениях Анатолия Могилева. Потому что Могилев сегодня опять хочет идти в Верховную Раду Украины. Ну что же, придется рассказывать про Могилева, друзья, чтобы он не попал в Верховную Раду Украины. Я Таня Карацуба, Сиитбурха.